Майские указы президента 2012 года и их выполнение на повестке дня у регионального правительства. Здоровье, рождаемость зарплаты, говоря о социальном самочувствии граждан, невозможно сконцентрироваться на чем-то одном. А потому докладчиков обширное выступление. Зампред Ирина Эрмиш делала акцент на оплате труда бюджетников. Все, что завещал президент, исполнено. У врачей зарплаты даже превышают целевые показатели. В отстающих – учителя. В текущем году комплекс соцсферы выполнил губернаторское поручение по устранению диспропорций между гарантированной и стимулирующей составляющими у работников этих сфер. По состоянию на 1 октября текущего года в фонде оплаты труда педагогов гарантированная составляющая весит 75%. А что касается врачей, у которых в прошлом году доминировала стимулирующая часть зарплаты, то в этом году после корректировки окладной части с 1 июня текущего года доля гарантированной части фонда оплаты труда увеличилась с 45% до 50%. Политики демографической, которая также нашла свое отражение в президентских указах, есть хорошие новости. Жители двух городских округов Ивановской области сделали, казалось бы, невозможное. Я сегодня не могу не поздравить два наших муниципалитета, два городских округа, у которых последние месяцы наблюдается стойкая тенденция к все-таки преодолению русского креста пресловутого, где рождаемость превышает смертность. Это городские округа Тейково и Кохма. И август и сентябрь очень неплохие показатели превышения рождаемости над смертностью. Увеличение квот на ЭКО до 250 процедур. Это недавнее губернаторское поручение уже в прямом смысле слова приносит свои плоды. За 9 месяцев этого года в регионе зарегистрировано 153 родов после ЭКО и продолжают лечение в нашем институте еще 148 супружеских пар. Новое поручение губернатора – проработать вопрос предоставления земельных участков зарождения третьего и последующего ребенка. Ситуация требует срочного вмешательства сверху. У меня на встрече с полномоченным правом ребенка Татьяны Петровны Океанской начали поступать жалобы о низком качестве представляемых участков, вплоть до непригодности для жизни. Подводя итоги, губернатор дал положительную оценку исполнению майских указов на территории региона. И напомнил коллегам, что работать они должны не ради высоких показателей, а на благо граждан. И в условиях кризиса не оставлять незащищенные категории населения в беде. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.